здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем шикарный свитер из мохера быстро просто без никаких расчетов на какой размер вам нужно за три дня в общем одни выгоды девчонки одни плюсы этого свитера я не минусов не вижу абсолютно вот плюс еще и дешево потому что уходит всего 250 граммов пряжи 5 мотков таких вот мохера по 50 граммов у меня ушло вот пряжа это чешского моего производства ссылку я оставлю в описании и еще хочу сказать есть возможность я выставлю уже будет ссылка под видео где можно купить пряжу поштучно именно на этот свитер вы выбираете размер а и вы выбираете цвет выбираете количество пряжи значит на размер см нам нужно 250 грамм пряжи и на размер l300 на размер xl 350 граммов всего в матке 50 граммов метраж 139 метров 100 граммах вот видите я заказала 7 мотков 350 граммов и сейчас я его уже связала и 2 матка у меня осталось то есть 5 на 5 метод моточка в ровно у меня ушло на размер м и плюс доставка за вот это вот пряжа она легкая и она войдет в конверт я отсылала пряжу девчонкам на розыгрыш вот такой вес я отсылаю как ценное письмо поэтому это стоит всего 7 долларов вот поэтому девчонка вот эту пряжу можно заказать поштучно под видео в описании видео инструкция тоже под видео ссылочка на видео как как именно за три размера спиц я использовала четыре с половиной мм это на резинку горловины с три миллиметра на резинку на рукавах и внизу чтобы потуже и основные спицы это восемь с половиной миллиметра и основные спицы 8 мм диаметром у меня их двое есть потому что там нужно отделять на рукава поэтому у меня двое больше у меня нету было бы больше я бы использовала трое ну и длина этих спиц девчонки если есть возможность как можно больше вам будет просто удобнее это просто мой такой совет так начинаем мы вязание на спицах четыре с половиной миллиметра на тонких спицах и набираю я петли набираю таким вот образом так как мы будем на резинку делать двойную ось я первую петлю вот так он завязываем потом набирает вот таким вот образом так 60 петель я набрала и теперь первый ряд вяжу резинкой один на один первую петлю тоже нет первую петлю снимаю продолжать ночная потом она у нас будет лицевой не затягивая но и не не совсем свободно потому что резинка должна держать у нас форму так провязала я один ряд вот он теперь далее буду вязать в круговую если вам удобно пятью спицами перенесите вязание на 5 спиц и вяжите на 5 ну так здесь следим чтобы ничего не перекрутилась первое у нас лицевая далее продолжаем круговое вязание так провязала 16 рядов в сантиметр это 8 сантиметров готовом виде планка будет 4 сантиметра вернее воротник горловина вот такое вот рыхлое вязание раз у нас паутинка пусть будет она паутинкой теперь нам нужно сделать это эту горловину двойной для этого с изнаночной стороны вот смотрим вот она петля до это лицевая так вот вот лицевая петля которая у нас первая я ее поднимаю вернее мне нужно было вот так вот вот эта петля должна быть верхней то есть меняем местами и провязываю лицевой изнаночную петлю снимаю и вот здесь вот одеваю изнаночную то есть я поднимаю это вязание ой а провязываю это я изнаночной так лицевую снова переснимаю и вот образом я одеваю все петли чтобы у нас было двойное вязание так это несложно зато получается очень аккуратно и красиво потом по итогу это последний ряд который мы вяжем этими тонкими спицами и будем переходить на толстые проверяем вот здесь вот контролируем чтобы все у нас совпадало все петельки чтобы не пошло наискось так вот смотрите я подняла видите отсюда все петли и получилось у меня готовая красивая горловина что мы делаем дальше дальше я перехожу на толстые спицы пока достаточно будет одной пары а потом увидим пока я не знаю значит что первым делом делаю изнаночную провязываю изнаночной лицевой лицевой стоит все то же самое первый ряд только на толстых спицах так далее мы будем вязать эту кокетку добавляя лицевую петлю мы будем вязать полу патентная резинкой то есть одну одну вот эту петлю а в изнаночной глади будем периодически добавлять по одной из петли тем самым расширяем наше изделие так первый ряд я провязала второй ряд так со второго ряда начинаем таким вот образом первым делом из протяжки смотрите я поднимаю одну петлю и вот так вот перекручивая чтобы не было дырки вот так вот все время я буду делать и провязываю 1 изнаночную трудно но накид тут не прокатит и даже воздушная петля не прокатит будет будет дырка только так то есть я добавила одну изнаночную петлю что я делаю с лицевой петлей я ее вижу под видите вот вот в это окошко не в петлю а под нее в окошко здесь снова я добавляю то есть там где у нас одна изнаночная теперь у нас это будет резинка 2 на 1 будет 2 изнаночные и 1 лицевая которую мы чередуем так девчонки у меня села батарейка на том моменте ну в принципе она была и не видно вот сейчас я буду показывать вот эту но эту петлю вы уже знаете вот эту полу патентную сто раз уже вязали вот вначале я добавила по одной петли изнаночной теперь у меня 2 изнаночные и 1 вот это вот лицевая сразу же после этой резинки я добавила думаю там было понятно и полу патентная петля вяжется через петлю вот значит здесь я добавила еще 7 рядов провязала и теперь у вас всего 8 рядов как бы после вот этой всего 8 рядов после вот этой резинки и теперь я буду снова добавлять но теперь между двумя теперь будет проще нам не нужно будет добавлять возле лицевой потому что там неудобно сейчас я эту воздушную петлю делаю между вот этими изнаночными а лицевая вот смотрите здесь сейчас мне как раз нужно вязать под петлю вот она то есть через 8 рядов мы делаем вот эти вот через 7 в каждом восьмом если быть точной делаем эти добавления вот они теперь у нас будет по 3 петли изнаночной и 1 лицевая вот продолжается она вот таким вот такой пышной косичкой вот она смотрите девчонки снова я провязала 7 рядов после добавлений и теперь я опять буду добавлять в изнаночный ряд петли то есть все добавления я делаю через 7 рядов восьмом добавляю теперь снова видите я уже взяла вторую пару спиц уже мне на одной неудобно вот добавляю я снова между как бы между петлями изнаночными чтобы избежать этого стыка с лицевой петлей то есть между изнаночными там по сути осень и видите лицевой провязала изнаночной то есть теперь у меня изнаночных 4 между лицевыми видите вы без разницы то ли после первой изнаночной то ли после 2 добавить в общем в каждом восьмом ряду девчонки мы добавляем в изнаночное полотно по одной петле изнаночная и продолжаем наше вязание это девчонки теперь внимание вот вы видите я связала кокетку до начинала я с резинки один на один и провязала я до того момента когда у меня здесь 6 петель то есть пять раз я сделала добавление вы же девчоночки смотрите по своему размеру по себе то есть вы меряете на себя у вас это может быть 5 петель у вас это может быть 7 петель тоже зависит от плотности вязания возможному вы возьмете тоньше спицы будете плотнее вязать либо сделаете еще больше паутинку возьмете 10 12 миллиметров спицы это абсолютно без разницы просто добавляем по этому принципу до нужного нам как бы размера когда вот я вот смотрите видите я одела на манекен чтобы было понятно вот а вы одеваете на себя и вот когда уже вот прям подмышкой как бы должны взять вот так свободно чтобы вы чувствовали свободно как бы и вход в этот рукав вот когда вы на том этапе что у вас уже вы одели на себя и свободно вот так под рукой взяли это все дело видите линию как бы проймы все вам достаточно у меня видите это 30 сантиметров от горловины и сейчас я буду делать разделение теперь единственный раз я предлагаю два развития события либо вы считаете все петли все я сейчас на своем примере покажу оба способа вот все петли сколько у вас есть на спицах сейчас у меня это 210 петель 210 петель нам нужно разделить на 10 единиц это 21 петля петля то есть у нас все вязание делает делится на 10 секторов вот мы сейчас нарисуем это вязание да так вот у нас рукав нам нужно сейчас разделить до на перед руку два рукава и спинку спинка и перед у нас одинаковые у нас здесь три части с 10 3 десятых здесь три десятых здесь на рукав две десятых у нас уходит и на рукав две десятых вот запоминаем эти пропорции всего у нас получается 10 частей 5 и 5 поняли да и соответственно две части умножить на двадцать одну петлю это 42 петли у нас рукав 63 63 петли полочка соответственно тоже 42 петли и 63 еще проще если вы не отклонялись от моего как бы вязание то у вас должно быть 30 вот этих этих вот косичек я не считайте петли просто разделяете если у вас именно 30 косичек как и у меня значит на перед идет 9 косичек то есть независимо от того сколько петель между ними это по пропорциям на перед и спинку посмотрите я уже разделила видите у меня два рукава вот они по 6 косичек смотрите 1 2 3 4 5 6 перед 9 косичек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот она но только смотрите что вот эти вот части видите начинаем с косички заканчиваем изнаночными потому что следующая косичка пошла на рука в 1 2 3 4 5 6 6 маркер да и спинка все я думаю вам понятно то есть по косичкам по 6 у нас уходит на рука и по 9 наперед и спинку все мы разделили теперь девчонки теперь будем вязать сейчас перехожу я сейчас я довезу на маркера да да маркера еще довезу вором буду сейчас вязать то есть отделять рукав так вот он мой рукав вот до маркера петли рукава мои я их сейчас пересниму вот эти вот петли на эти спицы чтобы у меня на этих спицах вязание осталось а здесь я оставлю только в спицы для рукава вот я так вот отделю сейчас мы свяжем два рукава потом вперед и спинку далее ой 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 далее мы переходим на вязание лицевой гладью и будем вязать в круговую но только лицевыми петлями больше мы не будем заморачиваться с этим ровно и в далее у нас идет вязание без никаких можно руках если вы будете вязать на носочных спицах пожалуйста вяжите на носочных я буду вязать на этих круговых все отлично у меня вот на этих спицах остались только петли одного рукава это все у меня остается не задействованы и вязать я буду вот этот рукав маркер нужен и уже только лицевыми петлями соответственно я буду делать подрез поэтому еще доберу 7 петель это 7 8 петель я думаю это число для всех размеров будет одинаково сейчас визуально 7 петель да я думаю достаточно если вы считаете что недостаточно то наберите больше если хотите шире рукав и шире само изделие то наберите больше петель для подреза либо меньше в зависимости от того какой хотите рукав какой пышности рукав вы хотите и само изделие внизу так провязала я первый ряд сейчас не нужно замкнуть в концу но перед этим набрать эти дополнительные петли 1 2 3 4 5 6 7 8 наберу и буду вязать в круговую далее тоже этот рукав лицевыми петлями девчонки далее мы вяжем ровно практически до низу а далее перейдем на ровно и спицы тоньше так девчонки вяжем длину вот меряйте по себе с вами измерю сколько я провязала 40 сантиметров я провязала но это же учитываем что она еще выравняется будет чуть больше готовые размера я потом вам все расскажу теперь я беру такие тонкие спицы и и перехожу на резинку один на один если в горловине я вязала свободно то здесь я буду стараться вязать как можно ту же или можете взять еще как бы тоньше спицы вязать еще ту же либо пару петель убрать в общем как-то так девчонки чем сейчас я вижу точно так же в круговую но тоньше спицами и резинка один на один как мои хорошие вот смотрите связала я эту резинку раз два три 4 5 10 11 рядов у меня и куда я ее закрывать вот такая вот все таки я взяла вот эти вот потоньше спицы потому что тем не получается потуже в общем пришлось мне взять эти закрывать петли я буду по узору провязываю петли по узору и продеваю петлю через петлю вот таким вот образом закрою я все петли не очень не туго девчонки чтобы рука влезла самое главное и не очень свободно да нам не нужно чтобы здесь резинка нам растягивалась правильно так закрывая здесь петли далее буду вязать 2 рука покажу вот наш подрез видите 8 петель вот я отделила второй рукав точно так же как и первый набрала эти 8 петель свяжу второй рукав сейчас и так связаны у меня два рукава 1 и 2 теперь остались у меня вот смотрите петли переда на спицах вот он видите вот это расстояние где у меня подрез там где подрез я наберу петли так здесь я наберу скорее всего одну дополнительную вот так вот чтобы избежать дырок так набираете 8 то есть всего их 9 потому что 1 вот она дополнительная и здесь у меня 8 то есть 9 и еще одну вот здесь вот дополнительную 6 то есть 10 петель я набрала хотя у нас подрез 8 петель сейчас вяжу тоже переходим на лицевые петли подошли мы ко второму подрезу вот смотрите здесь точно также одну дополнительную я вытаскиваю вот здесь вот видите для чего я это делает для того чтобы не было дырок и и набираю 8 которые у нас и отсюда 9 то есть 10 8 между ними всего 10 петель вот видите и вяжу по кругу здесь как хотите девчонки от вас зависит хотите вы широкую широкую основную деталь сделайте оставьте все как есть если хотите вяжем далее девчонки в общем если для рукавов я добавила по 10 петель по 8 петель то здесь я добавила по 10 то есть 8 петель я набрала стих из тех 8 которые у нас были для рукава и по бокам от них чтобы избежать дырок еще по одной петли теперь я вижу в круговую лицевыми петлями до нужной не длины что касается длины девчонки здесь абсолютно все равно вернее здесь уже только ваши ваши личные ощущения что хорошо в этом свитере вы его можете про мерить и определять эту длину уже наглядно на вас то есть вверх абсолютно готов учитывайте то что он после намачивания листерки немного петельки видите они такие чуть корявенькие вот они разровняются поэтому длина чуть будет чуть больше вот поэтому обязательно это учитывайте вот если хотите уже свитер не делайте подрезы не набирайте эти дополнительные петли если вы хотите он такой по фигуре как бы максимально по фигуре вот если шире сделайте больше подрезы наберите больше там петель в общем тут абсолютно любое ваше пожелание возможно воплотить вот и приспособить этот мастер-класс на любую как бы модель максимально на любую то есть и на узкую на широкую вот я дальше продолжаю вязать так вот показываю вам сколько я провязала значит я провязала 30 сантиметров еще вот измеряя от кокетки 30 сантиметров то есть вся длина у меня получается 60 сантиметров до резинки как бы вот и сейчас я перешла на вот эти вот тоненькие спицы и вижу еще резиночку вот итак мои хорошие вот он мой свитер готовый сейчас я вам покажу фотографии вот провязала я резинка еще это он уже обработан кстати 5 сантиметров вот сейчас я вам его промеряю и так ширина моего свитера 63 сантиметра и длина где-то точно где-то также я меряю от горловины смотрите 70 сантиметров длина рукава от горловины это я вам мире и измеряю ориентировочно это размер с м приблизительно если на l то надо наверно чуть чуть больше если на xs то чуть чуть меньше ну если любите так 85 сантиметров от горловины смотрите так вот так вот такой вот у меня свитерочек получился девчонки очень просто и быстро вяжется сейчас я вам покажу фотографии вот сейчас я с вами прощаюсь ниточки все по ссылке если хотите вот в принципе все еще будут ну как минимум четыре варианта потому что почему-то они у меня крутятся в голове и мне хочется их сделать поэтому я их сделаю девчонки вот но постепенно соответственно мама сегодня все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока и Продолжение следует...